Мы находимся во многих регионах Российской Федерации. Есть у нас там обособленное подразделение, где мы занимаем ведущее место по продаже средств защиты растений. Занимаем по продаже семенного материала пропашных культур. Это подсолнечник, кукуруза, соя. Мы, соответственно, в последнее время начали интенсивно применять и продажи семена сорга. Компания является в течение пяти лет эксклюзивным представителем компании «Бионоватик». Это мирового лидера по производству биологических средств растений, биологических средств защиты растений. Компания находится в городе Казани. Компания производит продукты третьего поколения на ассептических линиях фармацевтического уровня. Поэтому здесь, как сказать, без доступа фактически уже идет в человеческих рук идет упаковка и затаривание этих продуктов. В регионах находятся складские помещения, которые оборудованы кондиционером и воздухоотведением. Поддерживается определенная температура для хранения тех же биологических препаратов. Кроме того, в течение двух лет наша компания осуществляет агрохимическое сопровождение сельхозпроизводителем. Выезжаем на поля, проводим опыты, оказываем услуги. В том числе проводим экспресс-листовую почвенную диагностику, которая хорошо пользуется в Саратовской, Волгоградской областях, в Ставропольском крае. Понятно, что мы предлагаем сельхозпроизводителям биопрепараты, такие как биофунгициды, биоэнсектициды, деструкторы стерни, деструкторы гербицидов. Это на основе мазомокса и мазопира, которые начали усиленно применять. И показывают очень хорошие результаты даже по прошлому году. По прошлому году попробовали, в этом году убрали. Эффект получился отличный, поэтому заказы сейчас у нас очень хорошо идут. В настоящее время в связи с тем, что многие компании с иностранным участием начали уходить с рынка, применение и покупка биологических препаратов выходит на новый уровень. В настоящее время с нами работают уже более 3,5 тысяч сельхозпроизводителей. Это не только Краснодар, Ростов, Ставрополь, но мы уже зашли до Саратова, Оренбурга, зашли уже и в Оренбург, и в Ульяновскую область, начинаем там усиленно работать. Варианты решения проблемы с пожненными осадками. Как Ольга Ирьевна сказала, сжигание стерни. Здесь есть свои плюсы и здесь свои минусы. Плюсы – это уничтожение фитопатогенов, озонение стерни есть. Но, соответственно, и минусы – это уничтожение, как мы говорили, микрофлоры, уничтожение гумуса, высыхание почвы, развитие анаэробных процессов почвы. Спашка, ну, спашка здесь только с экономических принципов. На спашку уходит от 15 до 25 литров даже дизельного топлива на гектар, поэтому затраты как бы очень велики. Удобрения. Удобрения есть тоже свои плюсы и минусы. Удобрения хорошо разлагают стерню, обогащают почву фосфором, азотом, калием. Но есть и минусы, потому что увеличится содержание патогенов, высокая стоимость удобрения, минерализация почвы идет. Мы предлагаем совместно с микробиологическими препаратами вносить компенсационные дозы той же селитры. Затраты на гектар, конечно, будут ниже и можно будет работать. Почему деструктор? Деструктор из стены. Потому что деструктор из стены, он же биофунгицид, у нас идет в дальнейшем, я сейчас проверю, у нас оргами КФ под названием. Он уничтожает и патогены, которые были ниже, поэтому идет очищение почвы. Люди, которые начали с нами работать второй, третий сезон, это хорошо уже видят, начали интенсивно применять. Применяют и под предпосевную культивацию тех же пропашных культур применяют, как биофунгицид. Но в настоящее время прошли осадки, начали покупать деструктор стерни. Деструктор стерни начали вносить, начали задисковывать. Но здесь есть еще причины применения. Почему? Потому что удобрение селитра, уже мы знаем, стоит от 23 тысяч рублей, поэтому 100 килограмм нести очень дорого. Люди начали, сельхозпроизводители начали применять и получать хорошие результаты. Ну, кроме того, есть у нас еще две причины применения деструктора. Это связи из-за сильной интенсивности сельхозпроизводства, полезный микрофлор, начали вытеснять вредные микроорганизмы. Поэтому почва, как сказал Валерий Иванович, начала принимать беструктурную структуру, начала тяжелая, начала плохо поддаваться уже механическим обработкам. Ну и вторая причина, почему? В связи с тем, что в наших севооборотах до 50 или даже более 50% занимают зерновые культуры, началось усиленное развитие вредной микрофлоры, и поэтому получить нормальный семенной материал здоровый получается уже очень трудно. Поэтому многие переходят на применение биологических средств того же деструктора. Биологический фунгицид, он высвобождает энергию и продуцирует выделение комплекса цивилозолитических ферментов, которые выделяют углеводы. Углеводы идут на само питание этого штампа, триходермоаспирилом, и поэтому высвобождаются молекулы углеводов, которые идут на питание и энергию самого штампа. Кроме того, здесь же встречаются и идет связание гидролитических элементов других почвенных элементов. Кроме того, штамп гриба триходермоаспирилом препятствует внедрению болезнетворных микроорганизмов в связи с тем, что сам штамп гриба начинает уничтожать эти вредные микроорганизмы. Поэтому широкий спектр активности против грибных, бактериальных заболеваний, которые я показывал ранее, результаты применения. Результаты применения у нас... Ну, сейчас еще пролистну дальше. Данные микрологического анализа после применения. Плюсы – это равномерность входа, отсутствие задержек роста. Мы видим, на первый год снижение патогенов достигало уже до 15%. Это результаты микрологического анализа, мы это видели. Но теперь, самое главное, у сельхозпроизводителей существуют заблуждения от деструктора. Одно из таких заблуждений, что солома или пожневные остатки не перерабатываются в течение 2-3 месяцев, и деструктор не работает. Но это не так. Мы знаем, что эффективное разложение органических остатков идет оно. Но эффективно не всегда быстро. Идет, может, медленно. Для эффективной работы необходимо создать определенные условия. Это температура, гриб работает от 3-5 до плюс 25 градусов. Должен быть оптимальный состав почвы. И количество влаги, даже та же жесткость возлюбляет. Равномерное внесение компенсационных удобрений. Это, ну, в Оле-Алеоне уже горело от 7 до 10 килограмм. И равномерное изменьшение растительных остатков на глубину до 10-15 сантиметров. Вот тогда все это будет работать. Поэтому существует у нас несколько... Существует своя технология применения деструктора. Проводить, ну, необходимо обработку в вечернее время, так как гриб боится солнечных лучей. Поэтому, может, это, наверное, основная проблема для сельхозпроизводителей. Почему? Ночные работы, может быть, многие не любят. Поэтому другая заделка обработанных полей проводится сразу на глубину, как и раз, 10-15 сантиметров. Деструктор вносится в емкость с водой в последнюю очередь, когда уже будет наполнение емкости на 95% водой и компенсационными минеральными удобрениями. Ну, и применяя деструктор, мы можем увидеть уже положительный результат, который будет в разложении соломы. Например, у нас были опыты по деструкции с кукурузы. При нормальных условиях разложение шло в течение 40 дней. Но самое главное, эффективность гриба еще в том, что если будут неблагоприятные условия, он падает в споровую форму. И при наличии влаги, там, роса, то есть все, он начинает работать. Те растительные остатки, которые не разложились осенью, будут разлаживаться весной. Это уже тоже действительно было, солома разлаживалась. Ну, и третий миф или заблуждение, что на самом деле деструктор работает только на разложение стерни. Но это не так. Почему? Потому что мощным фунгицидным эффектом обладает. У нас есть хозяйство, мы их ведем, которое уже в течение 4 лет не применяет химические фунгициды. Они работают только биологическим препаратом. Ну, и в этом году, например, урожай на 45 центер. Это в пролетарском районе Ростовской области. Все мы знаем, какие там почвы. Это солонцы, солончаки. Осадка там не так выпадала, как в наших основных районах. Поэтому эта тема может быть. Она работает. Я еще раз говорю, все больше сельхозпроизводителей начинают покупать, работать. Сейчас вот во многих районах прошли дожди. Люди начали покупать, люди начали применять. Ну, получается, применяют не только там Краснодар, Ростов. Мы начали с Саратов применять, Волоград. Дошли даже до Оренбурга. Там, конечно, условия похуже, чем у нас. Но люди пробуют. Пробуют даже нулевики. Но там совсем по-другому носят. Там иммуназазерами вносили в почву, как-то думают, будут разлагаться. Но опыт такой тоже есть. Поэтому мы его отслеживаем, как он будет. Поэтому многие люди. Что мы применяем? Применяя биологический деструктор, мы видим, что снижается пестицидная нагрузка, снижаются затраты. У людей начало повышаться качество произведенной продукции. Урожайность понятна. У нас 7-10 центов прибавки не будет. Но 9 до 20 процентов это уже действительно есть. Снижается себестоимость. Те, кто применил первый раз, ну, начинают применять. Кроме того, в этом году у нас ассортимент и линейка расширяются. Ну, я думаю, в дальнейшем, в дальнейшем, все равно, если за рубежом уже где-то проценты, наверное, 50 перешли на применение биологических препаратов, то в России пока, наверное, проделать 10 процентов. Но я думаю, что в ближайшем будущем мы дойдем до этого. Почему? Потому что есть и закон об органическом земледелии. На Ростовской области, полиориум не даст соврать. Есть хозяйства, которые же тоже потихоньку переходят, пробуют. Но людей получается. Поэтому это уже и другая цена. Это другая доходность предприятия. Ольга Георгиевна. Да, у меня вопрос. Я говорила о проблеме именно засушливых периодов, которые не позволяют нам использовать именно микробиологические препараты, потому что они действительно работать не будут. Пожалуйста, какие конкретные условия необходимы для того, чтобы ваш биопрепарат оргамика, он сработал. То есть, какой предельный температурный режим, какое предельное содержание влаги, при котором он будет работать? Вот смотрите, предельный температурный режим до 28 градусов, он работает. Это температура воздуха, почвы, что это? Это температура воздуха. Так, это до 28 градусов. Если засушливые условия, он же в споровой форме упадает в спору, и при наличии влаги он начинает снова работать. У нас было такое, что мы уносили полтора месяца, лежал кучик. Выпал небольшой дождь, он снова начал работать. При каком количестве влаги, вот выпали осадки, почва насытилась влагой, в первую очередь почва будет давать, будет пусковым механизмом для того, чтобы наращивалась биомасса. Какое количество минимальной влаги необходимо для того, чтобы он начал работать? Ну вот для того, чтобы было сельхозтоваропроизводителем понятно, после какого дождя, в каком количестве, сколько миллиметров дождя должно выпасть? Даже, смотрите, у нас было 5 миллиметров дождя выпало, он начинал работать. Он начинал работать. Плюс, соответственно, точка росы, перепады температур шли. Вот он тоже начинал работать. Сейчас, например, он работает. Раньше точка росы была, по теплоохолоданию пошло, тоже начинал работать. Но это не только мы, это наши ученые сказания. Мы плотно работаем со всеми, у них есть своя станция в Краснодарском крае. Это мы совместно работаем, это не ставят опыты. Действительно, это действительно так было. Спасибо.